Карманные деньги на культурную жизнь. Это то, чего давно не хватало молодежи, уверен министр образования Московской области Илья Бронштейн. На пресс-конференции рассказал о старте проекта «Пушкинская карта в Подмосковье». С сентября студент или школьник, а также любой, кому исполнилось 14 и еще нет 23, может воспользоваться денежным сертификатом в электронном виде или на карте МИР. А ведь что это такое для школьника, для ребенка 14 лет? Это возможность пригласить девушку в театр, возможность сходить на какую-то выставку, возможность, может быть, родителей пригласить, маме сделать такой подарок, который он раньше не мог бы сделать. Вот эти 3000 рублей, которые используются сейчас в этом году, именно с сентября по декабрь, а в следующем году это будет другая сумма, больше явно, наша молодежь может использовать для походов в учреждения культуры, потратить их на то, на что они хотят. Поэтому, конечно, проект важен. И потом можно здесь умно рассказывать, как он важен, но цифры же говорят сами за себя. Приложение «Пушкинская карта» уже скачано 700 тысяч раз. Успели это сделать и красногорские театралы из местного творческого объединения. Даниил и Арина – старшеклассники, которые не прочь оценить дядю Ваню или Вишневый сад на большой сцене. Впрочем, и родная в ДК Подмосковье тоже люба и дорога. Это отличная возможность у людей, которые не зарабатывают, сходить на их любимые спектакли, в театр или в музей, например. Это довольно-таки хороший проект, мне нравится. Я считаю, это еще, во-первых, это, конечно, для молодежи, а во-вторых, это еще большая помощь культурным учреждениям, которые, например, только начинают свою деятельность. Партнер проекта «Почта-банк» обещает кэшбэк за покупки и возможность доплатить, если билет будет стоить больше, чем осталось денег на депозите. К проекту уже присоединились более 800 театров, музеев, филармоний, концертных залов, государственных и частных. Их список опубликован на сайте прокультура.рф. Ожидается, что в ближайшее время приложение станет работать оперативнее и обзаведется новыми функциями.